У всех ребят у меня настроение, конечно, немножко упадшее, потому что мы все-таки нацеливались пройти команду «Хайдук». К сожалению, не выполнили то, что мы планировали. Но не бывает мелочей, как я говорю. Раз «Хайдук» прошел, значит, он был сильнее. Мы вторую игру играли на равных, я считаю. И счет отражает 1-1. Даже было больше наше преимущество, чуть-чуть больше. Мы больше хотели, мы и желали. Забей второй мяч, Даник Князев, если бы получилось у него реализовать тот момент, то, я думаю, шансы бы увеличились и было бы все невозможно, как кто-то говорил. То, что мы и хотели сделать невозможно, к сожалению, не получилось, но мы настраивались. Мы очень сильно настраивались и благодарен ребятам за их самоотдачу, за дисциплинированность в игре. Ну, контратака соперников, да. Ну, как же соперник, что такого уровня не будет атаковать? Нас, конечно же, будет и будет заставлять нас ошибаться. К сожалению, мы допустили эту ошибку и пропустили ответный гол. Да, мы понимали, что тяжело, уровень команды Хайдук, все-таки чемпионы Хорватии, и три мяча, фора большая. Настраивались очень серьезно, могу так сказать, очень серьезно готовились. С ребятами как бы и в тренировочном процессе, и в теории разбирали, даже эти футбольные камбеки рассматривали. Ну, то есть, подготавливались психологически, технически, готовились к игре. Ну, немножко травмы некоторых игроков, травмы ведущих игроков, как я говорю, двух ключевых, можно так выразиться в нашем команде, не дали полностью сыграть во второй игре. Если бы они, ну, они и в первой не были, поэтому тоже наложило отпечаток, что 0-3, там не хватило нам трех основных игроков. Вот, поэтому, ну, как случилось, уже так и случилось. Хотя, я говорю, осадок внутри присутствует, что в том плане, что мы могли пройти, реально могли пройти эту команду Хайдук. Но мелочей в футболе не бывает. Чтобы проходить такие команды, должно все слаживаться, и должно все идти так, как надо. В перерыве говорили, что надо необходимо в первые 5-7 минут постараться забить второй гол и, естественно, не пропустить свои. Ну, мы, в принципе, были близки к нашей задаче во втором тайме. Гол был близок, но все-таки пропустили свои, поэтому ребята сразу против пропущенного гола немножко поникли. Хотя мы очень хотели, даже пускай не пройти, но победить в сегодняшней игре. Для нас было важно показать, что мы не хуже хорватов, и первая игра – это была просто ошибка, оплошность. То есть мы выглядели, в принципе, там, в той игре так же, как и здесь, только там некоторые ребята нарушили игровую дисциплину. Не проход в дальнейший раунд, все равно даст толчок. Они сравнивают себя с этими ребятами хорватскими прежде всего. И, ну, естественно, тренер высшей лиги, я думаю, будет брать с этой нашей юношеской лиги команды игроков главную команду. Вот, поэтому для… если бы мы прошли «Хайдок», то, конечно, для ребят бы был сумасшедший толчок вперед. Вот, ну, даже при этом, можно сказать, неудачном немножко результате, в ходе четырех игр, мы показали, что белорусы могут играть в футбол. Что мы на уровне, что мы играем на равных с чемпионами Хорватии. Вот, поэтому думаю, что у некоторых ребят здесь будет хорошее будущее и перспективное. С ребятами говорили в раздевалке, настраивали друг друга. Говорили, что, конечно, все может получиться при удачных обстоятельствах. Забили первый гол, повезло. Хорошо Данила пробил со штрафного, но немножко не хватило в концовке. Пропустили гол, обидный. Немного уже рассыпались ребята. Игра в Хорватии 3-0 завершилась в пользу хозяев. Где-то не повезло, конечно, нам с погодными условиями, но все были в равных условиях тогда. Но не смогли, наверное, достучаться до ребят друг до друга, чтобы строжайшая дисциплина была в обороне. Конечно, на выезде лучше было сыграть, минимально пропустить. Мы пропустили три, да такие еще там, ну, не сказать, что там что-то хайдук великое создал. С наших же ошибок, поэтому сыграть там, конечно, не три, там, два, один, ноль, может, хотя бы, там, ничью. Было бы намного легче сегодня. Шансы всегда есть. И хватает примеров в большом футболе и в той же лиге чемпионов взрослой, и там, и Барселона, и Ливерпуль. Совершали такие сумасшедшие камбэки, поэтому настраивались, хотели мужики все. Все, я хочу только поблагодарить и тренера, и команду. Но не получилось сегодня. Будем работать дальше. Начали очень хорошо матч. Было очень много моментов. Старались все, безусловно, отдать надо должное пацанам, которые готовились все эти две недели после обидного прожжения на выезде. И вышли с совершенно другой командой, слаженной. Мне очень понравилось с ними играть. Забили первый гол, поверили дальше. Во втором тайме было много моментов, которые надо было реализовывать. Не получилось. И вот этот гол нападающего Чуича нас подверг уже к опустошению. На последний минуток забивает гол. 4-1 пообщему. Но уже дальше тяжело отыграть. Уже все прекрасно понимали. Что мы сделаем? Работа над ошибками. Будем двигаться дальше. Посмотрел на вратаря. Кинул взгляд на то, что буду подавать. Думаю, что дезориентировал его. И нацелено бил. Мы сами виноваты в том поражении. Это 0-3. 3-0, точнее. И не приспособили к таким погодным условиям. Надо было... Это наша доля вины. Попытались исправить ее здесь. Не получилось. Опять же, ничего. Мы все молодые ребята. Все прекрасно понимаем. Это начало нашего футбольного пути. И надо делать дальше. Шаги вперед. Продолжение следует...